МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...россиян, живущих за чертой бедности, достигло 22 миллионов. О чем сообщила вице-премьер Ольга Голодец и добавила, это критично. Что же делать людям, чей доход меньше минимального? Хитрости экономии от нашего корреспондента Маргариты Горыловой. В холодильник в этом доме заглядывают редко. Хранить там нечего. В магазин Наталья практически не ходит. Ни на что. Зарпата мужа 8 тысяч рублей в месяц. На четверых детей хватает с трудом. Если бы не хозяйство, и куры свои, и свиньи с коровами пошли бы по миру. Такое семья уже проходила. Когда муж попал в аварию, у нас всегда же много скотины. Но когда он попал в аварию, пришлось нам перерезать почти все. Я даже не помню, как мы жили. Мы, наверное, никак не жили. Мы были в долгах все. От и до. До такой степени даже заходило, что у нас хлеб не было. Приезжали, подружки привозили. Живут они недалеко от Липецка. Это самый неблагополучный город в стране по уровню доходов населения. Сразу за Липецком, Волгоград, Саратов, Ярославль и Пенза. А вот портрет современного бедняка. В основном это женщины от 40 до 60 лет. Работницы сферы обслуживания и продавцы со средним образованием. Встречаются среди малоимущих и офисные служащие, и даже руководители среднего звена. До первого квартала был поднят порог бедности. И значительно поднят, там практически на полторы тысячи рублей. За счет этого количество людей, которые оказались под этим порогом, оно и выросло. И второй фактор, который совершенно точно сыграл свою роль, это уменьшение реальных доходов населения. В начале этого года, все-таки в мае, у нас было зафиксировано падение реальных зарплат на 8%. Бедных в России за год стало больше сразу на 5 миллионов человек. Еще столько же балансируют на краю нищеты. То есть их доход чуть выше прожиточного минимума. Получается, треть населения страны еле-еле сводит концы с концами. Средний прожиточный минимум по России 10 тысяч 17 рублей. По подсчетам правительства, трудоспособному россиянину, этих денег должно хватить на целый месяц. Разделим их на 30 дней, получается 334 рубля в сутки. Но стоит помнить, что заплатить еще нужно будет за коммунальные услуги. И по факту остается 150 рублей. Из них 60 рублей на проезд. И то с учетом, если вы передвигаетесь без пересадок до работы. Остается 90 рублей. Попробуем выжить. Итак, что удалось купить? Хлеб сразу на неделю. Самый дешевый 16 рублей. Гречка и рис дороже, чем макароны. Поэтому просто лапша. Из мяса только курица. Самая дешевая вот 128 рублей. Надеюсь, она свежая. Итого я истратила свой двухдневный лимит денег. Получается, на два ближайших дня у меня и на завтрак, и на обед, и ужин только куриный суп с лапшой. На растительное масло денег уже нет. А вот Стим может себе позволить гораздо больше. Время от времени посещает фуршеты, а там вообще кормит бесплатно. Он рвется в светское общество, устраивает праздники и изредка проводит консультации по имиджу для состоятельных. Сделали профиль, да? Этот и этот. Оба. Зимой в разгар валютной истерии, когда все только и говорили об экономии, поддался общим настроениям. Решился на добровольный аскетизм. Жил на 800 рублей в неделю. Продержался недолго. Ты не можешь купить зубную пасту, ты не можешь купить лишнюю пачку салфеток, потому что ты понимаешь, что когда у тебя вот эти 800 рублей, а продукты подорожали очень сильно, они уходят все на самые базовые продукты. Но в моем случае надо мной смеялись все в комментариях, потому что большая часть ушла на кофе. Одежда на нем дорогая, но не своя. Тим берет ее в аренду у модных дизайнеров ради таких вот фотосессий, чтобы держать марку. Те же, кто живут на прожиточный минимум, ищут распродажи. С моим скудным бюджетом шоппинг – это стресс для организма. Благо, существуют благотворительные проекты, где можно купить абсолютно новую вещь практически за бесценок. Вот, например, все по 50 рублей. Посмотрим, что я могу здесь себе выбрать. Вот какие замечательные брюки. И, кажется, нигде дешевле уже не найти. Антикризисная лавка радости. Все вещи – это дар от магазинов. Старые, нераспроданные коллекции. Ценников нет. Покупатель сам назначает цену. Продавец решает, соглашаться или нет. Но в любом случае это будет порядка 10-15% от реальной цены в магазине. Разрыв между богатыми и бедными в России – одни из самых больших в мире. Зарплата одни в 50 раз больше других. Богатых людей в стране всего 7%. А в средний класс – это даже не четверть. Всего лишь 15% населения. Остальные – малоимущие. И пока одни утопают в роскоши, другим приходится обделять себя. Режим жесткой экономии и дома. Чтобы счетчик не мотал лишнее, даже все электроприборы выводим из спящего режима. Можно было бы и лампочку Ильича заменить на энергосберегающую, но денег на нее тоже нет. Поэтому возвращаемся назад в прошлое. К свечам и лучинам. Телевизор смотреть не будем. Тоже в целях экономии. Книжка придет нам на помощь. Хотя, наверное, при таком освещении можно будет легко посадить себе зрение. Ну что остается делать? Будем философствовать на суд грядущий. Сейчас власти задумались над тем, как эффективнее распределять пособия. Минтруд предлагает пересмотреть реестр льготников. Принцип «все равны» уже не работает. У нас есть и многодетные миллиардеры, да, мы знаем, не будем называть фамилии, многодетные миллионеры, которым вот эти ничтожные по их меркам детские пособия не очень-то и нужны. И поэтому, наверное, вот это одно из направлений борьбы с бедностью. Пока же адресная помощь на деле хромает. У многодетной матери дом дышит наладом. Потолки сырые, стены крошатся. Вот-вот упадут на домочадцев. Это все сквозное. Все сыпется. Сельская администрация выделяла семье другой дом. Только через месяц они переехали обратно в свои развалины. Те хоромы оказались не по карману. Их обогревал электрический котел. А это 15 тысяч в месяц. Одних только коммунальных платежей. Для семьи сумма космическая. Не сказать, чтобы мы там были какие-то алкаши или нищета. Вот мы ничего не делаем, да, а нам дайте, пожалуйста. Мы же тоже стараемся, мы тоже делаем. Но если нет возможности, я думаю, что власть должна помогнуть. Свои 33 Наталья не разгибает спину на огороде и в хлеву. И с каждым днем выдержать бой с нищетой их семье становится труднее. Морой я, конечно. Маргарита Грылова, Алексей Антонов, Данил Гончаров, Надежда Уткина. Программа «Вместе мы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова